Держим будь надолго. Вот это я понимаю, самолёт. Да, вот на этом мы и прийтили. Корм, корм, самолёт. Вообще, просторный. Выдали подушку, наушники, маску. Отделялись. Я опять вижу окна. У меня два окна. Мне не сказано повезло. Между нами нет сидящего человека. А это значит простор и уют. Здесь показывают по телеку. Как надо пользоваться защитными средствами. Но у нас очередной путь. Самый удобный. Но я надеюсь, что я высплюсь. И отдохну. Сегодня очень сильно устал. Ребят, мы полетели. Пока-пока, Сан-Пау. Пока-пока, Бразилия. Далее полноценный ужин. Курочка. На Всечка. Как-то полченькие. На Кексике. Божья. Что-то такое. Наверное, и водичка. Господи. Наконец-то дали поесть. Еще что-то проесть. Ой, это горяченький. Нароченький. Я барбеки выбрала. Да, пришло время посмотреть куртики. Я выбрала русский язык. Наверное, там маскушка есть. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Ребенчик есть. Попробуйте. Обожаю мультики. Но это на английском языке, но все равно прикольно. Все смотрят почти. Подзарядить телефон еще можно. Очень удобно. Снова дали пустотищу, ребята. Сок, салатик. Опять какой-то вкусный пирожок. Толченая картошечка. Смурочек. И водичка. Влетать этим рейсом одно удовольствие. И вино еще постоянно предлагают. Или шампанское. Но я не хочу. Довольно большой плейлист. Много мультиков, фильмов. Прям очень много. Мы уже приближаемся к Дохе. Плавируем скотарку. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 зарядку как повезло. Посмотрите какой городок для детишек, интересненький. Глянь, какие тут машины крутые продаются. Мотоцикл. Вот так ходят тут арабы-мужчины. Вот, любят украшать только медведями всё. Я говорю, что-то они на медведе помешаны. Вот правда. Весь этаж посвящен туалетам. Ну, в принципе, очень удобно. Довольно такие маленькие, здоровые. Час назад я покупала в KFC за 10 долларов себе полный паёк. Сейчас я решила попить кофе, подошла к арабу, спрашиваю, сколько стоит. Он мне говорит, маленький стаканчик стоит 7 долларов. Я говорю, ну, пей его сам. Он говорит, ну нет, нет, 5 долларов. Я говорю, ну теперь уже поздно. Разводят, короче, на бабло. Смотрите, как тут можно. Можно даже так. Огромные зоны ожидания. Ну, в общем, здесь и народу много, и самолёт наш был весь наполнен людьми. Поняла, почему эти тележечки. Тут зоны от С-2 до С-93. Резай сколько километров. Тут есть эскалаторы. Это здорово. Ну, отсюда эта дама выглядит красивее. Вот так сидят, подзаряжают телефоны люди. Я тут ночью гуляю по этому народу мало. У меня хватило ума затариться и водой, и едой. Прямо перед самым закрытием. Я не знаю, во сколько завтра откроется, но я же не буду сидеть голодать всю ночь и потом утро. Вот такие машинки. Зарабатывают, блин, на всём деньги. Возят богатенькие. Хорошо, что я везде нагулялась. Теперь я понимаю, где тут какие выходы и прям вот тут вывески сверху висят. Ну, нормально у меня еды так-то. Тут всё по-человечески. А вот мне больше всего не понравилось это вот Сан-Пауло. Ребят, тут ходят вон электрички. Так что всё окей. Вот у нас. Вот так вот люди заряжают свои телефоны. Сидят и заряжают. Ну, вот такие вот вагончики. Машинки, вернее. Вот на таких машинках у нас может быть. На рабыход. Ну, что там? А, всё уже? Тоже познакомилась опять с очередным парнем. Он едет из Вьетнама в Турцию работать. Ну, интересовался, как там в Перу и всё. Он работает по планиристам. И тут живет в Белоруссии. Его дом. Но пока не собирается туда вернуться. В общем, вставляешь билет. Тебе показывает, когда идти, во сколько, на какую стойку и карта. Давайте посмотрим, как это делается. Опаньки. Так. Так. Информация. 15.45. Самолет. С-23. 11 минут ходьбы. Ну, в принципе, я пошла. Хорошо, что узнала. Ну, а я, ребят, еду по эскалатору до С-23. До моего места. Машинки рядом проезжают люди. Вот тут же электричечка ленит. Ну, а мне получаю прям удовольствие от того, что тут тихо, спокойно, всё удобно, всё понятно. Вообще, супер аэропорт. Вообще, в каком-то фантастическом фильме. Тут даже вот есть тележечки для ручной вклады. Можно брать и пользоваться. А я еду до С-23. Ещё пока С-11. Ох, классно. Там ещё электричка вообще. И мы тут все едем. Всё едет везде. Всё везде тихо, красиво и спокойно. Я попала в какую-то сказку. В этом зале так красиво. И не была в нём вообще. Интересно так. Вау. Вот что такое. Я прошла ещё к зданию вперёд. Дошла до вот этого красивого места фонтана. И дала свой билет. И его подтвердили, что я иду верно. Закателись. Тут сколько всего интересного. Хорошо, что у меня много времени гулять. А вот так в спешке кто-нибудь опоздает на рейс. Обалдеть, красивый аэропорт вообще. И в этом месте, ребят, я буду сейчас сидеть одна до обеда. Зато меня никто здесь не найдёт. Знаете что? Я весь этот ортенник обходила, чтобы вернуться опять назад. Потому что тут двадцать пять, двадцать четвёртый там. Двадцать третий на убыль. Вот двадцать три. В самом конце. Представляете, я туда шла. Сот километров. Теперь назад. И вот оно в самом конце. Ну и куда я села? На обжорную площадку. Буду смотреть, как в самолётике летаем. И вот мой самолётик, на котором мы полетим. В Новосибирск. Ой, и в Москву, извините. Какая тут радость. Тут тишина. Я отдохнула и просто ещё подзарядила телефон. Идут русские. Наконец я дождалась. Слышно всё. И сама дает. Сейчас поболтала с парнем. Вон тут, когда видят русский русского, то они как друзья, как братья родные. Как сёстры. Так вот этот мальчишка был в Абу-Даби. Отдыхал двадцать дней. И сейчас через Доху летит в Москву. Счастливый, доволен. Чё ещё заметила, что здесь персонал рабочий. Негры. Женщины и мужчины. Они полы моют, туалеты моют, охраняют. Ну, всё переигралось. Теперь у меня стойка из двадцать четыре. Тут вот пришли наши руки. Ждём через час посадка. Вот это наши девчонки. Мы ещё готовимся. Сейчас всё на выход. Пошли катар, только меньше. И основу окна. Мы отъезжаем обратно. Здесь. И сейчас. Здесь. Здесь. Веден. Веденец. И здесь. Будем рассматривать. Веденец. Прот. Девчонки. Редактор. Пор avere стоя. Веденец. Ребята, мы поднялись и летим сейчас вот над морем. А позади вон город, Кустынику, а там так красиво. В этом самолете не закрывается окошечко, а затемняется. Там даже коньячок. Сок смазка, тенька. Дали говядину с толчоночкой. Путинг, салатик, джин тоник, кексик и водичку. Мы уже скоро полетаем к Москве. А мы сейчас прямо в облако спускаемся вниз. Теперь мы летим под облако. Прям видно хорошо флоид. Это просто какая-то дирижность. А он уже видно маску. Прям видно. Клипка, да. Ребята, это все. Все усилено. Сниму, насколько это возможно. Вау, гость. А мы садимся. Уже полетели. Ух ты! Как здорово! Сколько там самолёта? Ой, не видно. Туман. Мы выходим. Этот самолёт на 3 сиденья меньше. Ой, на одно сиденье меньше. Тум было 4 посередине, а тут 3. Жду своего багажа и бегу дальше выходить из этого терминала Б и С. И войти в терминал Б и зарегистрироваться в нас. Я ловлю, потому что мне некогда здесь размышлять. Надо быстро. Мой багажа, неподвинутый. Опа, дорогой. Всё, бежим регистрироваться дальше. Всё, регистрация до Новосибирска. Наконец-то прошла регистрацию. Теперь жду. Через час посадка до Новосибирска. Мне втюхали карту тенегов бесплатно, но она мне пригодится с кредитным запасом 150 тысяч. Это очень хорошо, иметь такую карту за рубежом. Не хотела ругаться. Придётся. И опять проверяет эту долбану ручную платью. Только у нас здесь в России. Наверху вот так делали, теперь внизу достали. Ну, на автобусе только здесь подвозил. Больше никаких аэропатах не видела. Ну, всё, пока-пока моста. Ведем в Новосибирск. Конечно, крыло закрывает полную красоту города. Ну, и на этом спасибо. И, как бы, на автобусе. Красиво. Ты... Да, вот так, просто. Вот с высоты не смотришь Это какая река? Глянька Замечательно Красиво Субтитры 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 За полтора года моего отсутствия. По Квартику соскучилась и по Майклу, моим домцам. Ага, прекрасно. Аура, торговый центр, мое любимое место. Обязательно зайду сюда. Красота. Поверните направо. Мы заворачиваем к моему дому. Это мой дом. Творик мой любимый. Вот мы и дома. Мне тут он приготовил мой ребенок еду. Ну, спасибо тебе, Антоха. С днем рождения тебя. Пей из кружечки кофе и вспоминай обо мне иногда. Ладно. А это подарок Владику. А Владику не живу столько золотого? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.